Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вы знаете, вот насколько обидно становится, когда великий человек уходит из жизни, великий артист, эпоха, человек эпоха, и все обсуждают, говорят об этом, находятся наследники, которые начинают там что-то делить, вдовы, вдова, бывшие жены и так далее. Об этом говорят все СМИ и смакуют это все дело. И проходит совершенно непродолжительное количество времени. И об этом человеке все забывают. Мне кажется, это поразительно. Цимбалюк-Романовская по сей день, чуть ли не каждый день, дает интервью от Джигарханяне, а могила оказалась в запустении. Ну как такое может быть? Ну как такое может быть? Значит, Рамблер вот что пишет. Могила Джигарханяна оказалась в запустении. Армен Джигарханян ушел из жизни в ноябре прошлого года. Тогда по великому актеру горевала вся страна. Хоронили прославленного артиста с большими почестями. И вот прошло каких-то 4 месяца, и могила Армена Борисовича стоит в неуходе и засыпана мусором. Но вот эти все люди, которые каждый день дают интервью, или там раз в неделю, и говорят о Джигарханяне, руками поработать никто не хочет, чтобы просто сделать красиво, или заплатить денежку. Никто не чистит тропинки, пишет Рамблер, не убирает давно увядшие цветы, агарки свечей и прочий хлам. Такое впечатление, что у захоронений никто давно не наводил порядок. Если сразу после похорон могила выглядела совсем по-другому, чистота, кругом живые цветы, то сейчас все заброшено. Все. Все. Все, что мог, отдал. Не нужен. Нормально это? Считаю, что это позор. Просто позор. Вот что пишет Рамблер. Непонятно, почему так происходит. Возможно, у родных по тем или иным причинам нет сейчас возможности ухаживать за захоронением. Но имеется коммерческое предложение от специальных фирм, причем по данным Рамблера цены начинают всего от 2000 рублей. Имеется ввиду ухаживать за захоронением. Напомню, что Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. И Цимбалюк Романовска достаточно активно обвиняла одного, второе и так далее. Друзья, ну как это возможно? Ну вот даже вот, вы знаете, я увидел заголовок, я понимаю, что это вроде как бы и не новость вовсе, но пройти мимо невозможно. Ну неужели столько обсуждали, столько говорили, столько программ сделали? Малахов, ты такой рейтинг сделал, ты же говорил, умирает человек перед Новым Годом, ты говорил, умирает человек, значит, эпоха большой рейтинг, человек менее знаменитый, меньший рейтинг. Столько программ ты сделал от Джигарханяне. Такие деньги вы заработали. Ну, вот я не знаю, не стыдно. Друзья, пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.